Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Бога не видел никто никогда. Так говорит нам апостол Иоанн Богослов в своем откровении. А ведь так и есть, и бытие Божие никто никогда не доказал, и в воскресении Христова никто никогда не засвидетельствовал таким образом, чтобы оно стало очевидным фактом для всего человечества. Скептический разум современного человека говорит, вот не увижу, не поверю. А мы, христиане, говорим, веруем, хотя и не вижу. И вот интересный вопрос. Если бы в религии все было видимо, осязаемо, доказуемо, зачем и во что нужно было бы верить-то? Вот если бы в религии не существовало тайны, чем бы она отличалась от всего остального, что окружает нас в этой земной жизни? Вот так мы, дорогие братья и сестры, вступая на путь христианский, по сути мы бросаем вызов окружающему миру. Миру, который от нас требует логического оправдания наших убеждений, нашей веры. И более того, если как есть, то мы, в общем-то, бросаем вызов своему собственному разуму. Вполне очевидно, что, выходя в такое плавание на корабле христианской веры, мы с вами многим рискуем. И у нас нет гарантии, что мы достигнем цели, не претерпев кораблекрушения в вере. Это нам даже указывает и один из апостолов Тимофей в своих посланиях. Аллегорически так. И если по-честному, то нам в земной жизни и не обещана вот такая вот конкретная встреча с Христом лицом к лицу. Конкретно так. Той самой встрече, которую доставился апостол Фома, прикоснувшись к ранам на теле Спасителя и по его желанию получивший осязаемое доказательство воскресения Христова. Нет, конечно же, в будущем веке мы увидим Христа лицом к лицу, но ведь и в это тоже нужно верить. И вот сейчас же нам дан только внутренний опыт Христа воскресшего, опыт, который сильнее любых логических доказательств, любого телесного видения. И тем не менее, несмотря на кажущуюся бездоказательность христианской веры, миллионы людей приходят и будут приходить ко Христу. Они верили, верят и будут верить в воскресение Христово. Они признавали, признают и будут признавать бытие Божие. А почему? А потому что эти люди встретили Бога на своем пути, и никакие дополнительные доказательства оказались им не нужны. Ну а как же все-таки происходит встреча человека с Богом? Да для каждого по-разному. Для одних это опыт внезапного откровения, какого-то там прозрения, когда люди вдруг неожиданно осознают, что Бог рядом с ними, что Он здесь, что Он их видит, что Он их слышит, и они Его видят и слышат Его. По-разному бывает. Для других, например, это опыт прорастания в них присутствия Божия, опыт такого постепенного узнавания Христа воскресшего. А бывает, что и Христос встречает человека, но человек и не осознает этого, или лишь впоследствии начинает понимать, что именно и это была встреча с Господом. Именно вот как мы помним с вами, произошло с двумя учениками, которые возвращались из Иерусалима в Имаус, и в приближившиеся к ним путники, они не узнали, в общем-то, Господа нашего Иисуса, потому что своим внешним обликом после воскресения Он был изменен. А вот когда Господь беседовал с ними на протяжении всего пути, они тоже Его не узнавали. Он вошел вместе с ними в дом, и лишь только после того, когда Он преломлял хлеб, они узнали Его. Но Он тотчас же, как мы помним, сделался невидим. И вот только тогда они сказали, а не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге? Вот обратите внимание, не горело ли в нас сердце наше? А оно всегда горит, когда человек встречает Господа. Всегда. И вот эти двое, они с радостью же в тот момент, когда осознали, с кем они имели общение, пошли и возвестили ученикам о своей встрече с воскресшим Господом, с воскресшим Учителем. И вот поразительно, действительно, ученики не узнали Христа, когда Он был рядом с ними. Ибо телесные глаза не помогли им распознать воскресшего Бога. Но, как я уже сказал, внутренними очами души они узнали, почувствовали у Господа. И вот как только они узнали Его, Он для них стал невидимым. А потому что телесное зрение, оно не нужно. Оно не нужно в тот момент, когда сердце по-настоящему воспламеняется верой. И вот так происходило и происходит с христианами, которые не видели Бога, но уверовали в Него. А потому что сердце их, оно возгорело с любовью к Нему. И именно вот таких и говорит Христос – блаженны невидевшие и уверовавшие. А вот блаженны потому, что нелогических доказательств они искали для того, чтобы познать Господа. они не искали никакого-то там особого ощущения, ни огня, который Бог не заводит в сердца человеческое. Нет. Так и мы с вами просто верим в воскресение Христова не потому, что нас кто-то в этом убедил, но потому, что мы сами своим внутренним опытом познали воскресшего Господа. Мы уверовали не потому, что увидели воочию Бога, но потому, что ощутили Его живое присутствие в нашем сердце. И никто из нас земными, телесными очами никогда не видел воскресение Христова. Но в каждом из нас живет уверенность в том, что Христос воистину воскрес. И та уверенность, которая подкрепляет нас всякий раз, когда мы с вами приходим в церковь для того, чтобы причаститься к святых христовых тайн, мы в этот момент вновь обретаем воскресшего Христа в себе. Именно того Христа, который являлся некогда своим ученикам. И это нам говорит о том, что видение, которым мы узреваем Господа, Господа уже воскресшего, кардинальным образом отличается от видения телесного. Это внутреннее духовное видение. Это вот та самая уверенность, которую мы обретаем через пасхальный опыт, через опыт воскресения. Когда, умирая вместе со Христом в дни Страстной Седмицы, мы воскресаем вместе с Ним в пасхальную ночь. Опыт воскресения Христова, он дается нам таким особым образом в пасхальные дни. Хотя, в общем, и в каждый воскресный день, и в любой другой день недели мы можем быть в состоянии ощутить живое присутствие воскресшего Господа. Но для этого мы должны быть достойны этого опыта. Должны быть такими, какими стали его ученики. Если они раньше не могли видеть Христа очами телесными и не узнавали в нем Бога, но воплотившись очами духовными, то теперь, приняв Духа Святаго, они могли сказать «Воскресение Христово видевши». И нам с вами преподается Дух Святой через церковные таинства. И прежде всего, конечно, через причастие святых Христовых таинств. И поэтому на каждом из нас с вами лежит та же ответственность и та же миссия, которая была и возложена на первых апостолов, и миссия проповедовать Христа миру. Не случайно в пасхальные дни мы не только молимся в храме, но и с крестом, евангелями, хоругвиями, с иконой Воскресения Христова обходим вокруг храма крестным ходом, чтобы явить миру то богатство, которому мы приобщаемся здесь. Ведь смысл крестного хода как раз именно в том, чтобы показать не только перед алтарем, что мы веруем во Христа и становимся свидетелями Его Воскресения. Но и вне стен храма мы тоже должны с вами, дорогие братья и сестры, свидетельствовать о том, что мы имеем с вами опыт пасхальной веры, который мы получаем и к которому мы приобщаемся здесь, в храме. Ведь тайна христианской веры, она заключается в том, что мы приходим ко Кресту, еще не увидев Его, потому что начинаем верить в Него, потому что сердце наше отзывается на Его Слово, и потому что в Его Евангелии мы слышим глаголы жизни. И вот постепенно перед нами раскрывается видение воскресшего Христа. Так постепенно от веры бессознательной мы приходим к вере разумной. И вот когда Господь уже нам открывается, и когда мы уже можем сказать воскресение Христова видевши, а не только воскрешение Христова веровавши. Дорогие братья и сестры, давайте будем помнить, что пасхальный опыт, он нам дается не для того, чтобы насладиться близостью воскресшего Христа. Мы спрятались за свет Христов в свою внутреннюю сокровищество, но для того, чтобы мы несли свет воскресшего Христа нашим близким, сродникам, знакомым, друзьям, всем врагам и всему миру. Тому самому миру, который Господь через нас хочет просветить своим воскресением. А вот для чего нам дается этот опыт? А чтобы мы поделились им с другими. Мы должны помнить, что до тех пор, пока мир не уверует в воскресение Христово, до тех пор, пока воскресший Христос не станет опытом всякого человека, не завершится миссия Христа на земле. И как апостолы после воскресения Христова пошли проповедовать Христа, так и мы призваны всей нашей жизнью не только словом, но и делами проповедовать Христа воскресшего. Невозможно прийти к христианству иначе, как полюбив Христа. Полюбив Христа живого Христа, который умер и потом воскрес. Невозможно стать христианином под каким-то впечатлением нравственного учения Христа или, ну, просто из уважения, из уважения к тому, о чем он говорил и чему учил. Но только полюбив Христа, можно прийти к такой вере, которая невыразима словами и которая выше обычного земного видения. Никто из нас с земными телесными очами не видел воскресения Христова, но в каждом из нас живет уверенность в том, что Христос воистину воскрес. Та уверенность, которая подкрепляется в нас всякий раз, когда мы, приходя в церковь и причащаемся к святых христовых тайн, вновь обретаем воскресшего Христа в себе. Именно того самого Христа, которого видели ученики. Поэтому давайте будем помнить, что мы с вами призваны быть подражателями дела апостола, которые не видели воскресение Христова телесными очами, но узрели его очами души. И давайте будем помнить о том, что пережив Страстную Седмицу и Пасху, соприкоснувшись со Христом воскрешен, увидев воскресение Христова, будем помнить о том, что мы призваны не оставаться на поверхности церковной жизни, но погружаться в ту глубину, которая называется Царствием Божиим и Царствием Небесным. Храни всех Господь и Матерь Божия. Аминь. С вами был клирик Храма всех святых с землей русской просиявших города Электрогорска священник Михаил Калинин. Редактор субтитров А.Семкин